привет дорогие зрители у нас в гостях по традиции андрей уланов андрей привет добрый день или вечер в этот раз такая в общем то интересная тема это частные военные компании private military companies pmc по-английски или чвк более известны для русскоязычных слышателей мы могли бы коснуться наверное бесконечно искать там отсылки в истории какие-то бесконечно глубокие там до до исторических времен но есть предложение коснуться так сказать более родного что что то что происходило вот ну так сказать в русской истории андрей на твое по твоему мнению что мы могли бы с чего мы могли бы начать но я думаю начать без нас таких известных исторических вещей частности покорение сибири все ведь достаточно известная но хотя не все знают что она происходила именно в порядке так сказать частной инициативы дело в том что иван грозный прославился в истории много чем казань брал астрахань брайн как все знают из известной комедии но вот именно к сибири он прямого отношения не имеет поскольку это была фактически частная инициатива купцов строгановых на чьи владения время от времени набегали ставшись сибирскими татары хана кучума и вот строгановы чтобы избавиться от этой напасти наняли ряд донские атаманов донских казаков и самый известный это ермак там были еще его соподвижники скажем так фигуры чуть меньшего калибра он тоже достаточно известны и вот это ну как можно было сказать гоп-компания хотя люди уважаемые скажем так отметившиеся в истории фактически как бы на деньги частных купцов присоединили к россии сибирское ханство но собственно дальше освоение сибири вплоть до дальнего востока и далее нашло таким явочным порядком то есть как промышленные люди шли вперед чтобы добыть ясак и какие-то другие ценности а государство уже как бы формализовала процесс уже по факту подскажи пожалуйста то есть изначально но насколько я знаю изначально строгановы пригласили чувака ермак я кстати говоря не удивлюсь если появится в ближайшее время такое название в общем то такая отсылка в начале их пригласили именно как охранную структуру потому что для защиты от набегов и только потом они потом там кстати говоря непонятная ситуация то ли строгановы ему добровольно проплатили чтобы он пошел дальше то ли он сказал слушайте ну в общем то я откормился надо там развиваться и двигаться дальше самостоятельно там такая вот исторически ну неоднозначная ситуация у меня возникает немножко вопрос просто по ходу по какой причине мы очень часто будем сталкиваться и на примере того что эрик принц говорит и там но многие приводят примеры необходимости существования частных компаний это то что государство не справлялось какими-то своими функциями то есть купцы строгановы они что были совершенно независимы на собственной земле они не платили налогу царю или он их не крышевал в обмен на эти деньги то есть почему пришлось как бы дополнительно раскошеливаться такая вот непонятная в общем-то ситуация ну скажем так на окраинах российского государства сил централизации власти царя всегда осуществлялось крым так менее сурово чем поблизости от москвы подав далеки от государевого ока но в данном случае да у строгановых было крым так определенная автономия но основную роль сыграло даже не наличие этой автономии то есть я думаю что в другой ситуации федеральный центр бы мог их ставить что-нибудь вроде осинового кола для лучших ощущения своих прав и обязанностей но тут еще сыграло именно роль то что иван грозный был отвлечен на европейские дела то есть там шла заморочка с ливонией с другими в общем не было дело что там происходит на восточных окраинах страны до купцы там проявляют какую-то инициативу что-то присоединяют на свои деньги финансирует хорошо как бы меньше нагрузка на казну а мы потом это дело еще и к российскому государству припишем в принципе да можно сказать что в данном случае человека ермак появилась по той простой причине что государство скажем так не было особо остро озабочено защита имущества своих подданных строгановых и просто не препятствовал их инициативе на деле присоединения новых земель там история была какая фактически до того как строгановы пригласили ермака он как раз со своими там казаками участвовал в том числе я не знаю так в освобождении белоруссии если так можно сказать и фактически то есть так сказать завершив вот там работу в евро на европейской части был приглашен потому что да в европе шли такие активные действия хорошо когда началось я не знаю это было завоевание или освобождение сибири уж не знаю как сказать правильно но фактически я так понимаю в течение там буквально поход длился 23 года в результате которого чем дальше они заглублялись тем больше в общем то они несли потери при том же изначальном практически численном составе вся экспедиция была по современным меркам но в районе батальона мотострелкового но там 500 500 с лишним человек что такое на тему как бы завоевание освобождение тут опять же интересный вопрос которым можно столкнуться не раз том числе на говоря про историю северной америки дело в том что хан кучум он общем то такой же пришлый для местных как ермак от того на себе эти татары откочевали туда после погрома в другом месте поэтому как бы с точки зрения местных это что русские что эти татары это примерно 1 сатана вот и говорить тут о каком-то моральном преимуществе под них просто потому что они пришли в это места на несколько десятков лет раньше как бы не приходится ну а дальше скорее десна можно говорить о присоединении тут опять очень тонкий момент поскольку что интересно в какой-то смысле то что это носило во многом коммерческий характеру те самые промысловые люди которые были заинтересованы получать с местных ясак они можно сказать были заинтересованы в сохранении местными своих культур и обычая потому что окрещенные православие становились уже более государственными подданными царя из них нельзя было дать три шкуры как и раньше поэтому происходил в общем-то конфликт с одной стороны государства и церкви которая была заинтересована превращение и бы православных подданных которых можно было облагать более цивилизованного другой стороны как бы на местах и промысловые люди скажем так сращенная с ними часть чиновничества то есть воеводы и прочее они наоборот были заинтересованы чтобы эти местные народы оставались в своем прежнем состоянии тогда с них можно как бы как сынародцев драки сак три шкуры и так далее ты коснулся интересной темы по поводу латинской америки что там тоже там то ли завоевание то ли освобождение от местного населения происходило кстати говоря очень интересный момент события происходили но почти в один и тот же период это 16 век единственно конкистадоры там действовали чуточку там но буквально на пару десятков лет раньше ермака но вот в историческом контексте этого шло очень близко кстати и методы были по да извини и методы были похожи важный момент но я так немножко своей наприкладной точки зрения скажу конкистадоров в большой степени поддерживала в том числе вот сейчас будет кому-то крышу сорвет поддерживала местное население потому что инки тоже были по сути так сказать диктаторами которые навязывали и там гнобили местное население очень многие местные конкистадоров поддерживали и тем самым там ряд ну можно углубляться в историю но ряд битв был выигран именно благодаря поддержке каких-то местных племен в ситуации с ермаком похожая ситуация когда некоторые местные племена так сказать выступали на его стороне поддерживали его либо там разведа информации либо там в том числе силовым способом именно потому что ну выбирали из двух зол там кто гнобил меньше передаю слово я между конкистадорами и завоеванием америки завоевание сибири лично очень много параллели потому что в честно некоторые экспедиции конкистадоров они организовывались именно что на деньги частных лиц которые вкладывались это в надежде получить прибыль и там лучшем случае король давал свое благословение какие-то ресурсы то есть практически участвовал как один из частных вкладчиков ну естественно там полагалось отслюнить какой-то процента именно за крышевание короны чтобы придавая этому делу придавать официальный характер но реально как бы без содействия скажем так заинтересованных людей рангом пониже обычно бы ничего не происходило и если говорить о помощи местных действительно это касается не только завоевание империи инков это касается и ацтеков там тоже вовсю использовались местные разборки в других частях это было достаточно вспомнить из более позднего времени пресловутая битва генерала кастера когда его разгромили силу там все очень любят вспоминать что вот героические войны силу там разгромили американскую армию при этом забывать что сражение произошло на землях племени кроу которых эти силу сотоварищи после эпидемии лучших индейских традициях пытались вести окончательно в ноль и это далеко не единичный случай надо опять же понимать что когда говорят что вот какое-то воинственное племя очень долго сопротивлялась там захватчикам нанесло и много потерь ребята от подумайте вот нет захватчик вот это воинственное племя что она делает с окружающим в условиях первобытного общинного строя как правило ну и гнобица страшной силой и поэтому когда приходит какая-то другая сила которая начинает помножать на ноль этих воинственных товарищей обычно у них находится очень много желающих им помочь в этом благородном процессе но список обид вот от заката и до обеда можно давай перейдем дальше перейдем к русской америки вот это тоже классический случай ну не на чавыка не чавыка но тоже интересно в российской истории явление русско-американская компания примерно тоже что более известная на западе остиндийская компания частной организации имеющая практически очень обширные права как практически осуществляется государственное руководство на достаточно большой территории что интересно опять мало кто знает русско-американская компания она в российском государстве была не одна такая она просто самоизвестная были еще персидские компании с таким же примерно набором вольности и так далее государство изначально как бы участвовал не просто как бы вот именно крышеватели пащики опять же в силу некоторых особенностей сейчас некую логистическую поддержку но изначально русско-американская компания так купеческая компания которая стала целью присоединить государства новые земли и драться этих земель грубо говоря три шкуры скоро там были очень ценные ценные меха и так далее и получение прибыли как развивался этот процесс потому что опять таки вот из из моего анализа из прикладного то есть как развивается меня больше не история интересует процесс как работает чтобы учитывать этот опыт но где-то в сегодняшнем и в будущем и что я увидел практически всегда происходило одно и то же на первом этапе действует частная инициатива поскольку она частная там все в общем-то достаточно эффективно ориентирована на результат когда так скажем основной грубый военный период проходит какие-то цели достигнуты появляется государственное участие и постепенно происходит забюрократизирование и такое переоджатие под под определенные кресла и кабинеты и насколько я помню на аляске происходило то же самое именно так то есть если изначально как я уже сказал это была купеческая компания то есть руководстве входили купцы и структура была заточена на получение прибыли что в конкретно тех условиях требовало постоянно поиска новых земель новых данников с которых можно было бы выменивать или просто драть эти самые шкуры то дальше уже произошло за бюрократизирование ну это можно сказать связано с общими тенденциями в российской империи то есть постепенно сначала исправление а потом уже из более низовых должностей происходило вытеснение купцов замещение их ну формально это были военные моряки но фактически это были государственные чиновники которые скажем так ставили во главу угла уже не просто голую прибыль иные интересы при этом это действительно совпало достаточно скажем так тяжелыми для русской америки временами с одной стороны усилилась экспансия со стороны соседей первых тех же англичан с другой стороны как бы само освоение аляски столкнул с несколькими трудностями про это тоже много пишут это конфликты русско-американской компании с племенем клинтов тут опять же чем многие говорят что вот как бы злые русские обижали мирное племя клинты были одними из самых воинственных племен того региона то есть они нагибались всех окружающих и поэтому когда русские сказали вот мы сейчас тоже их прищутим там желающих повоевать ними нашлось достаточно проблема в том что опять же на случае у индейцев был выбор они могли торговать либо с русскими либо с англичанами причем как бы англичане основавшие в середине 19 века территории формально русской америки форт юкона предлагали более выгодные скажем так обменный курс предлагали более качественные товары те же оружие русские жаловали что клинты имеет английские ружья лучше не то что они выдают как бы своим подчиненным алиутом на и лучшее вместе у самих русских военных и опять же обменный курс в этом форте икон англичан был такой что туда приезжали не только с аляски даже чукчи плавали сдавать шкуры им они русские это ну на мой взгляд прямое следствие того что господа военные моряки увлечены скажем то государственными делами просто упустили из виду то ли ради чего русско-американская компания вначально создавалась прямое получение прибыли коммерческую выгоду и в итоге это привело к тому что вот на момент продажи аляски которые так любят сокрушаться но реально это лично для государства было большое облегчение тот момент русская американская компания требовала дотации 200 тысяч рублей в год и то есть место профитного коммерческого мероприятия превратилась дотационный регион до причем опять для второй половины 19 века 200 тысяч рублей не не ассигнация мимо не звенкой монет это огромная сумма при этом финансы государства были очень расстроены после крымской войны и трудно вариантов особых не было первых нужно было как-то пополнить казну и в этом смысле продажи аляски этому очень помогла во вторых аляска уже чудом спаслась во время крымской войны причем она спаслась очень интересным образом русско-американская компания как частная компания заключила пакт на нападение с английской компании гудзонова залива такой же частной компании то есть там наши государства дерутся между собой мы частные люди договоримся что мы друг друга не трогаем и и прокатило а мы между собой торговым газом ну примерно тогда но как бы дальше уже второй раз такой фокус мог не прокатить а реально ресурсов как-то сдерживать давление со стороны англичан американцев просто не было тут свое бы удержать хотя бы в рамках камчатки тех же того же сахалина и продажи аляски данном случае действительно была единственным вариантом получить за это хоть какие-то деньги либо либо был шанс потерять территорию вообще потому что не удержали бы технически на самом деле тут опять интересный момент когда вот говорят что американцы купили аляска американцы оттяпали там у мексики здоровый кусок во-первых тот момент у американцев были очень большие сомнения нужны ли нам за большие по тем временам деньги этот кусок мерзлой земли так как про полезные ископаемые там еще не было толком известно и когда русский посол говорил штат взятки надо раздавал сенатором чтобы как-то протолкнуть эту покупку конгресс если это очень-то далеко из тысячи сопротивляющихся было много и с другой стороны можно вспомнить что вот незадолго до этого когда мексика уступала америке территорию скажем так техаса и калифорнии они тоже буквально насильно случили американцам кусок земли между ними со словами что раз вы забираете у нас как бы две более-менее основанные территории забирайте кусок пустыни потому что там нафиг не нужен и пусть это будет ваша головная боль окей я воздержусь от некоторых аналогий не пришло время я думаю да хорошо какие то у нас были еще эпизоды исторически прежде чем современному перейдем я думаю что опять же прежде чем мы перейдем здесь над послевоенним стоит коснуться еще двух эпизодов которые не совсем прямо относятся к чвк это скорее из разряда их там не было но они тоже как бы я думаю интерес нашей публике первое это так называем алтайская армия это действие уже с сэра в китайском сэнзиане дело в том что межвоенный период 20-30-е годы как китай это была страна воюющих провинций который формально там подчиняются сидящему где-то там столицы гаминдан но фактически в каждой провинции генерал который федеральный центр зависимости от настроения шлет либо нафиг либо еще дальше вот при этом они там воевали с японцами воевали между собой воевали с коммунистами ситуация осложнялась тем что там основное население как известно сейчас тем кто следит за китайскими новостями это мусульмане уйгуры там активно действовала английская разведка японская разведка сообщали даже про каких-то турецких агентов то есть не знаю насколько это верно в принципе братьям мусульманам турки могли помочь из каких-то своих соображений совсем со счетов сбрасывать эту нельзя в итоге когда местный китайский чиновник на там очередной разорвался вспыхнула восстание он попытался опереться что интересно на отряды имевшихся там белогвардейцев сбежавших от во время гражданской войны бывшие отряды атамата атамана гутова на их оказалось мало тогда он прикинул расстояние как бы до москвы до пекина быстренько слетал в москву и после этого в действия в синдзяне вмешалась алтайская армия которая имела как бы было гвардейские звания носила белогвардейскую форму но при этом там в записях встречаются такие замечательные моменты как поручик волков на лекции недостаточно отразил звездство белого офицерства фактически это были полки агпу которые вместе с бывшими своими врагами белогвардейцы очень быстро там навели порядок зачистили всех этих мятежников и до сорок третьего года когда уже по другим причинам а сэр уменьшил свое присутствие в китае там фактически находилась на и не сказать советской колонии не колония это был сборочный завод истребителей 16 оттуда потоком шли грузы сначала коммунистам потом гамильдану когда ссср с ним подружился в обмен шли какие-то китайские ценности то есть все было очень весело но принофе формально там была алтайская армия которая к сср не имела никакого отношения но практика создания легендированных подпольных организаций она в соответствующих учебных заведениях преподается там но чуть ли не на первом курсе по моему то есть это это вообще совершенно не секрет он никоим образом куча фильмов на эту тему снята как там с британской агентурой в молодой там советской россии боролись таким же образом создавая фейковую там контрреволюционную организацию якобы из белогвардейцев внутри страны тем самым выкачивая на нее там и бюджеты и так сказать и действия любые грязные операции можно было так сказать пихнуть на них то есть это в общем классика такая что касается ты просто больше как бы рассказываешь про так сказать про я не сегодня будешь антисоветчиком давай я буду таки да немножко антиамериканцем из серии их там нету есть так история так называемые там авиаэскадрия ли летающие тигры она тоже относится вот к этому китайскому региону только чуть позже фактически перед началом второй мировой войны когда у китая не было возможности выставить достаточное количество пилотов для хоть какого-то там не то что завоевание в воздухе но хотя бы противодействия и в американских военно-воздушных силах было распоряжение которое разрешало пилотам американским в их собственный отпуск ехать куда они хотят в том числе в китай и ну понятно что это не совсем хаотичный был процесс то есть они пребывали в китай и в течение своего отпуска летали воевали в составе эскадрильи вот этой летающей тигры особенность в том что у них на борту то есть у них были китайские опознавательные знаки но на борту у всех был нарисован тигр на самом деле вот такие их там нету потом это естественно оказалось положительной практикой в плане того что когда уже началась 2 мировая на тихоокеанском флоте у них был некий костяк офицеров пилотов которые уже были знакомы с ситуацией так что так что физика она не имеет национальности так же как и военное искусство национальности не имеет она либо эффективное либо бестолковое вот я обычно к этому пытаюсь там без всякого без патетики про летающих тигров единство что добавил на самом деле это очень забавный эпизод а дело в том что вот начальный период летающих тигров это как раз тот момент когда советские американские летчики там боевали бок о бок потому что как раз перед началом второй мировой войны ссср начал активно дружить именно с гаминданом поставлял туда танки самолеты и вот воспоминаниях клера шелнота который командовал летающими тиграми есть эпизод как он взаимодействовал именно с советскими летчиками прикрывающими ухань они там организовывали операцию про разгрома японских бомбардировщиках и его воспоминаниями на вот это советских военных пилотов какой-то момент они там одновременно детали американские скажем таких там нет и советские добровольцы скажем так добровольцы целыми авиаполками на своих самолетах но добровольцы взяли перелетели на помощь братскому китайскому народу что-то у нас было после китая ну опять же можно упомянуть это тоже опять не из разряда совсем человек а скорее наемникам но тоже известная в интернете история то война чаками боливе парагвая дело в том что именно в народном сознании на такси она что с одной стороны как бы воевали немцы с другой стороны русские но тут опять же выскажите скорее роли антисоветчика дело в том что десна хотя в парагвае было довольно много русских офицеров они не сыграли той большой роли которые мы обычно приписывают это просто опять же он сказать фокус что когда говорим о войне которая далеко от нас фокусимся на том что нам более интересно то есть на участие наших людей там реально там как бы был свой можно сказать военный гений генерал который очень грамотно организовал всю логистику но самое что важно это вот действительно та самая логистика которая сыграла большую роль в этой войне плюс как бы сказать на моральное обеспечение если парагвай хотя численно уступал боливии он был достаточно однороден по составу как армии таки население и его солдаты офицеры прекрасно понимали за что они дерутся то боливия хотя превосходила паровой ресурсами в несколько раз там было довольно сильное расслабление причем не только на имуществом уровне но и как национальном не цена большинство именом ну не можно сказать племеном большинство местных индейцев которых призывали в армии они вообще не очень понимали и нахрена им это чака что они тут делать вообще и за что они дерутся офицеры набранные скажем так из богатых семей плюс довольно большой процентом лично был не немецких наемников проигравших уже одну войну в европе они тоже как бы не очень сильно вникали в нужный солдат по принципу а если надо еще в джунглях наловим ну и плюс здесь он как я сказал сыграла роль большую роль логистика если у парагвая этому спорному региона вела несколько железных дорог то боливийцам надо было все про тащить через анды что даже в современных условиях не очень просто тогдашних вообще довольно сложно латиноамериканская что полатиноамериканская тропе хашимина по налоге того в результате опять же получилась картина что хотя выглядит так что большая боливия маленький парагвай должна была снести в два счета война кончилась со счетом разгромным для боливии причем как бы парагвайская армия потом еще долго продавала захваченные трофеи направо и налево смотри ты затронул одну очень интересную тему это вопрос логистики и я мне кажется ты очень быстро проскочил а на самом деле это очень важно это точно так же как у крик с марины во время второй мировой стояла задача не ввязываться в боевые действия с боевыми кораблями там с эсминцами и где вероятность поражения была высокая топить логистику топить транспорт потому что любая армия без топлива но обречена поэтому логистика крайне критично важно в отношении частных военных компаний но меня все время тянет так сказать перейти к современникам которых я немножко больше знаю там тот же black waters и эрика принца так вот он и он сам своих интервью в том числе об этом говорит его сильная сторона была не только в предоставлении так скажем военной помощи но и в предоставлении высокоэффективной логистики то есть в то время когда возникал где-то конфликт и государство долго расчесывалась согласовала потому что у государственного чиновника интересы другие от результата он прибыль не получит но он может получить по шапке если что-то пошло не так он не хочет ввязываться в зону риска это логика любого чиновника ему наплевать на все более того иногда для госчиновника чем больше потерь будет тем больше будет выделено новых средств и тем больше наоборот заинтересован иногда в затягивании как не парадоксально это выглядит в этих ситуациях привлекали когда аварийная ситуация там в том числе с афганистаном была похожая ситуация когда на себя задачу брал эрик принц и он брал на себя логистику в том числе уже даже когда американские войска были так сказать введены была ситуация когда на одном из дальних гарнизонов их осадили гарнизон они в отрыве от основных сил и никто не мог обеспечить их снабжение и снабжение обеспечивал принц он поднял свои самолеты так сказать загнал туда провел заброску там боеприпасов и всего необходимого снабжения это вопрос о чем частные компании всегда эффективнее цепочка принятия решений как правило короче ну со всех точек зрения как бы ну пардон это я немножко просто так сказать подчеркнуть важность логистики и в том числе с точки зрения частных компаний и может быть если извини если мы уже заговорили о транспорте о логистике тот же тот же пример лорд оф вор как как в русском языке этот фильм назвать собственно ладно известная персона бут бут как раз был в прошлом был военным офицером закончившим с прекрасно знавшим иностранные языки формально неформально он оказался на гражданке и уже как гражданский как частный контрактор он обеспечивал логистику ту которую было необходимо которую не одно государственная структура если бы я осуществляла осуществляла бы гораздо менее эффективно вот это тоже пример того как частники закрывают задачи в том числе необходимые государству но задачи осуществляют их гораздо быстрее и гораздо эффективнее все я пас извини двигаемся по истории двигаемся дальше действительно можно сказать переходим уже ближе к современе дело в том что именно после второй мировой возникли многие частные компании которые некоторые из которых дожили до наших дней причем достаточно хорошем виде но принципе как бы считается что вот примерно вот начиная со второй мировой от 60 и 70 это золотой век наемников когда не говорили вот так частная военная компания обычно шла речь о наемниках самые известные дикие гуси про них даже снят соответствующий фильм вот действовали не в основном в африке в юго-восточной азии отметились меньше хотя там тоже можно вспомнить именно логистические компании чудесный фильм эра америка с молодым гибсоном молодым робертом дауни-младшим как небольшая частная компания подрабатывает рейсами на цру в принципе то же самое чвк просто очень маленькая вот а в африке в шейтинге сложилась ситуация когда с одной стороны куча бывших колоний получать независимость и бывшим владельцам скажем так официально меньше вмешиваться свои войны силы в их разборке не с руки хотя и такое бывало часто но естественно как бы спецслужбы и собираются вставлять поле деятельности совсем на стой и вот в этом правовом вакууме паровой серой зоне появилось множество наемников самый известный это боб динара майк шар другие которые очень активно действовали именно в этих молодых африканских странах нам совершали какие-то неимоверные подвиги разгоняли там десятью белыми наемниками толпы негров воевали против че гевары в общем создали такой романтический ореол наемника который как бы одной рукой обнимает красотку другой пьет виски эти совершают подвиги от пиновосят негров и так далее это это рекламная часть как раз которая была призвана больше призвать недостающий так сказать контингент там кадровую нехватку кстати говоря опять-таки возникают аналогии я не удивлюсь если какого-то рода аналогичная реклама появится в ближайшее время связи с нехваткой кадров в различных регионах немножко с прикладной точки зрения что происходило в африке вот не с историей а с точки зрения mba кейса с одной стороны 60 и 70 это период определенных изменений в экономике в том числе там финансовые отставить нефтяные кризисы и так далее а с другой стороны дебирс входит в африку создается новый так сказать не новый бизнес но новый виток в том числе по добыче полезных ископаемых и естественно а это частная компания тот же дебирс но и остальные так сказать охотники за ресурсами каким образом они действуют они привлекают в том числе своих так сказать аффилированных людей из спецслужб спецслужбы чтобы не мараться так сказать в этом деле и формально нас там нет прибегают к помощи частных военных компаний или как угодно сейчас назовем хотя по сути это люди которых они знали еще вчера по своей основной службе что совершенно логично просто формально они не при делах опять-таки тем же спецслужбам свой персональный финансовый интерес из частной компании получить гораздо проще чем если они там водят сороковую армию в афганистан но потому что ну частная компания частная кто кому потом заплатил на какие счета деньги вывел ну теряется в истории поэтому это исторически отставить не исторически такой экономический подтекст и подоплека что там происходило окей я бы как раз хотел добавить как этому вел что в принципе опять же майк шар боб динар это такие знаковые фигуры очень рекламные там захватил можно сказать собственное государство и некоторое время там был серым кардиналом за спиной сменявшихся президентов даже осудить его толком не смогли потому что на суде этом представитель спецслужб так как мультики остров сокровисть потирал ножкой ну да он немножко там помогал нашему с ним немножко сотрудничать давайте как бы его не очень осуждать за это то есть всем было понятно чьи уши торчат за действиями большинства этих ребят но формально как бы государство было не пределах это какие-то наемники которые там перепились поехали захватывать чужую страну ну бывает заблудились да иногда получалось иногда нет то есть тем же марком шаром феерический случай когда он пытался брать сейшельские острова операции провалился то что таможенник в аэропорту обнаружил автомат под двойным сумки то есть ребята успели улететь но просто переживали ворот не получился пережадничали не договорились видимо да вот но интересно другое как раз в то же время после второй мировой войны создаются частные можно сказать военные компании другого рода специально сосредоточен в основном на логистике мы на оказании всяких таких охранных услуг конституционных то есть не яркие фигуры которые постоянно светятся на прессе но тем не менее это именно вот ребята которые занимаются серьезными вещами и вокруг которых крутятся очень серьезные деньги я думаю что про историю мы здесь на уже поговорили достаточно скорее все зрители будут нас отчета более современного в частности вот про эрика принца его blackwater самый знаменитый на слуху такая частная военная компания тем более он там недавно раздал очень такой звонка интервью со словами да я бы каждого генерала из армии сша уволил так далее то есть человек на слуху вот тут тебе карты руки что ты можешь рассказать об этой персоне его деятельности ну эрик принц действительно он давал несколько интервью за последнее время в другой вопрос что часть из них ну так сказать в оригинале на английском языке но даже для тех кто в общем то имеет ограниченные ограниченные языковые наверное способности даже может найти при желании в переводе даже на русский язык интересный по-своему человек не все так очевидно на самом деле как в общем то преподносится на картинке но давайте как бы к деталям перейдем в своих интервью эрик принц по американской традиции любит рассказывать как в общем то семья поднялась из ничего это нормально это вот в общем это классическая такая схема легенда действительно его отец стал сиротой там дедушка умер когда там отцу эрика принца было там всего по моему 11 лет или 14 лет я сейчас могу ошибаться то есть парню действительно пришлось тяжело но при этом к моменту когда отец эрика принца ушел эрик принц не был совершенно бедняком отец был легендарным в общем то инженером в своей области и после его смерти компанию продали дай бог памяти за миллиард триста шестьдесят с чем-то там миллионов то есть совсем не бедная семья при этом сестра эрика елизавета и дай бог памяти еще когда он только шел в колледж уже работала в республиканской партии и делала там неплохую карьеру и мне так кажется естественно я не положу бумаги на стол но мне так кажется что эти связи не прошли даром сам эрик еще будучи так сказать ну студентом проходил стажировку в белом доме я не знаю много ли из вас проходила стажировку там я не знаю там верховной думе верховной ради там верховном я не знаю там в казахском каком-то верховном совете и так далее не думаю что очень много и и в том числе и среди американских студентов далеко не многие имели такую возможность и такую карьеру не все из них стажировались как моника левинске некоторые занимались там наводили другие связи поэтому с моей точки зрения неудивительно как дальше развивалась карьера эрика принца с одной стороны в начале он поступил в военно как это флотскую военно-морскую академию но в принципе он не проучился там слишком долго примерно через год он ушел ушел добровольно он не было числе но ушел сам как он сказал с его слов я люблю флот но мне не нравится эта академия вас мы не знаем причины возможно какая-то дуристика чисто военная но в принципе к военной бюрократии вот этой шагистики вот такой деревянный но у него тогда еще не заложилось отношения после этого он оканчивает колледж гражданский но в американской системе точно так же в гражданских колледжах университетах есть система условно по аналогии военных кафедр когда готовят офицерские кадры и по окончании университета они проходят определенные экзамены и в принципе могут получить военские звания он получил звание лейтенанта и тут для меня тоже не совсем прозрачный момент и тут он сдает экзамены попадает сил это силы спецоперации это спецназ флота это мега элитарное подразделение со своим ореолом и сколько я помню туда всегда брали только после наличия предварительной какой-то службы в любом из родов войск и в том числе даже там или береговой охране не обязательно это мог быть там этому могут быть не обязательно флот там могла быть и армия и ввс там не важно а он каким-то образом сразу попадает в учебку силз заканчивает ее становится командиром взвода силз очень интересная для меня карьера очень быстро при этом насколько помню так сказать ну галочка что он офицер силз есть а дальше он уходит на гражданку уходит на гражданку по официальной версии это связано было со смертью отца ну что надо было заняться делами семьи как я уже говорил там бизнес продан за достаточно большие деньги но дальше он начинает развивать взаимоотношения как говорят я не претендую на абсолютную точность как говорят одним из первых его таких больших контракторов стала цру которая привлекала его для различного рода мероприятий в первую очередь они начали с того что создали учебный центр дай бог памяти в джорджии по моему или северной карлане в час ошибусь он купил огромный кусок земли на собственные деньги там что-то 24 по моему квадратных километра и устроил там стрельбище причем название black waters как раз идет исходит из этой местности поскольку там очень много было торфяных болотный как бы вот из этого название каким-то образом перетекло с другой стороны понятно что название есть свой ореол такой там в темных водах как бы делаются определенные дела они занимались подготовкой стрелковой подготовкой специальные вертолетная подготовка и так далее там в том числе у них был буш плейн отработка посадки малых самолетов это вот то что ты рассказываешь на примере там операции цру в камбодже когда снабжение проводилось на фактически там не оборудованные аэродромы то есть люди явно понимали что они делают не просто хаотически зашли в какой-то непонятный бизнес а был спрос очевидный в принципе не является секретом в сша существуют не только частные военные компании но и частные разведывательные компании там различного рода частные субподрядчики это совершенно нормально и на мой взгляд это наоборот это здорово это очень эффективно и они как постоянно условно частные шпионские компании привлекают так и привлекают но таких там каких-то разовых подрядчиков на логистику на доставку на обучение таким образом он втянулся во все это дело определенный ну такую определенную известность они получили уже во время так сказать иракской войны и после нее и в том числе и в афганистане и эрик приводят своих интервью воспоминаниях он говорит что в принципе на начальном этапе когда американцы только входили в афганистан и когда по сути разогнали всех талибов там основная работа как раз висела на частных контракторов они взаимодействовали как с правительственным флотом воздушным так и собственным частным воздушным флотом и фактически гоняли там любые скопления противника до состояния когда те боялись собираться группами там больше чем по 10 человек в частности в афганистане дальше происходил момент когда они добивались определенного успеха в этот момент появлялась государства опять-таки вот практически как с аляской у вас там все хорошо но значит и мы можем получить свои там медали плюшки и так далее и начинаются так сказать генералитет начинает откусывать свои какие-то кусочки кроме того ну не надо так сказать сбрасывать со счетов что это бизнес все-таки за этим стоят деньги и контракты очень большие но если говорить о цифрах когда в ираке поставили главу cpa это глава временной я не знаю там контролирующей администрации там американцы своего человека поставили понятно по оценкам цру в то время он был ну как они оценивали по рейтингами самая опасная фигура ну так скажем самая рископодверженная фигура потому что на него там покушение готовились ну то есть вот так вот как за кофе сходить и для охраны привлекали теневые игроки у тебя тоже есть и для охраны как раз привлекали black waters эрика принца и контракт был большой там больше 20 миллионов насколько я помню ну потому что там действительно очень большая работа велась там у них постоянно было задействовано минимум три вертолета там определенное количество там и транспортных средств наземных и так далее то есть это реально большая работа это опять таки один так сказать экономическом факторе в том же афганистане естественно там есть определенные регионы с мягко говоря специфичными редкоземельными материалами которые тоже входили в зону интересов и естественно контроль над ними старались оставить в нужных руках и что я пытаюсь сказать в определенный момент идет в том числе дележ денег с одной стороны есть частные компании и люди стоящие за ними которые их лоббируют которые пытаются оттянуть этот кусок финансирования в свою сторону а деньги все-таки бюджетные а с другой стороны стоит армия которая и другая там консервативная часть такая толстопузая которая пытается оттянуть все в свою сторону и естественно они с одной стороны начинают вводить больше своих войск эффективность которых но там просто на несколько порядков ниже если по отношению хоть к доллару хоть количеству голов переводить в любом случае эффективность радикально отличается но они получают там свои награды кроме того в этой борьбе начинается активная дискредитация ваших экономических противников и в принципе black waters начинают активно топить в пропаганде естественно там были их ошибки на начальном этапе было нанято очень много людей по принципу ты готов идти мы тебя забираем все погнали а оказывалось что это человек который уволился из армии не совсем по чистой статье о какой-то там дискредитации по бесшабашности и так далее ну то есть человек не совсем уравновешены и эти люди делали различного рода там преступления совершали против местного населения это факт и black waters признавала это и после этого они просто сделали из этого вынесли свои уроки устроили чистку с одной стороны потому что но это повредило репутации начали более качественно отбирать персонал в будущем сама компания black waters в определенный момент была упразднена вот так сказать пришлось имиджевые так сказать издержки закрывать и закрыть компанию после нее появилась компания x и консалтинг по моему x и как ксенон как ну там идея была в том что это такой невидимый газ который вот во всех там боевиках только мерцает там и так далее а после ну достаточно быстро они переименовались academy академия это название которое существует до сих пор таким образом в принципе и в историческом контексте но я например не первый раз встречаю такие параллели когда военные чиновники начинают топить частников пример это там тоже из японии это самураи против ронинов ронины это по сути это бывший самурай это бывший условно говоря военный который остался без своего босса без руководителей навыки а у него остались землю пахать он не пойдет он ходит в условно частную военную компанию такую ронинскую и начинает там либо защищать там каких-то торговцев которые грузы там по стремным территориям перевозят и так далее и по сути получалось что родины благодаря своей эффективности отжимали у таких статусных очень уважаемых самураев кусок там доходов естественно ронинов начали топить по сути с black water сам произошло то же самое их начали топить на каждой войне хватает грязных историй но тут как бы именно развернута была целая компания против них и это в общем то для них печально закончилось так что так принципе эрик принц своих интервью приводит массу примеров но таких я бы сказал обще аналитических когда он об у разницы эффективности государственных военных и частных военных компаний он пытается экономическую эффективность показать один из примеров он приводит после войны во вьетнаме как известно в американском обществе было большое брожение и стал вопрос о переходе армии с общего призыва обязательного на наемную армию и начальник генштаба американского в то время категорически выступал против я не допущу это недопустимо чтобы у нас солдаты на этом зарабатывали какие-то деньги как это так нужно умирать из любви к родине и никоим образом по-другому надо воевать бесплатно из шлабоне один из сенаторов привел ему пример скажите сэр вы против наемных солдат против профессионалов которые будут за это получать деньги но вы не против того что у вас наемный парикмахер того что у вас наемный повар там вы же предпочитаете там или наемный доктор уже предпочитаете платные услуги профессиональные они бесплатные в этом случае вы что хотите просто чтобы вас в армии воевали рабы но как бы давайте определимся и в принципе вот это как сказать западный подход он перевесил они сказали нет ребята эффективность профессионализм и так далее это основная фишка на 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 что там всегда давил эрик принц благодаря этому и создав себе имя он в том числе ну получил и международную популярность даже при всех в общем-то грязных историях ему это сыграло в какой-то степени на руку он стал только более известен не секрет что когда были проблемы там сомалийскими пиратами то президент объединенных арабских эмиратов пригласил его так сказать решить эту проблему и они ее решили насколько я знаю и эрик принц до сих пор но его семья они живут в эмиратах постоянно в какой-то степени но я так понимаю это ему налоги и в том числе позволяет экономить на это уже другой вопрос я прошу прощения дремь может быть я слишком много про эрико принца рассказываю но мы мне мне кажется опять таки из молодых так сказать студентов кто-то сейчас нас смотрит но ребят эта тема для целой серьезной диссертации ну или как минимум дипломной работы в том числе по реальным так сказать экономическим операциям по профитам по схемам организации так связь с цифрами и и с анализом там есть что анализировать интересный пример передаю слово на случай я скажем так по был не вылью немножко жидкого азота чтобы охладить тему с моей точки зрения принн действительно очень знаковый персонаж современных частных военных компаний но вот опять же мы это лично с моей точки зрения он персонаж с перекосом такую медийную плоскость он охотно дает интервью он пишет книгу он рассказывает о деятельности своей компании он так любит светиться на таблоидах с одной стороны это помогает ему действительно бизнес это хорошая реклама с другой стороны скажем так это примерно вот как те же легендарные наемники 60-х 80-х в африке которые вот создают такой образ частной военной компании как очень эффективных ребят которые за меньшие деньги чем армия порешают все проблемы и делать это лучше чем не поворотливые вояки именно эту тему он очень старательно педалирует но есть нюанс что контора принца она далеко скажем так не самая крупная из частных военных компаний вот если брать в качестве примера который мне интересен есть такая кара дай корпка интернешнл которая создана в 1946 году существует прекрасно до сих пор признает тоже частная военная компания хотя формально она специализируется не столько на конбоевых действиях это вот идти вперед шашкой на голову задача ребят типа при на у нас специализируется на логистике транспортном обслуживании обучение персонала она интересно тем что 46 года как она была создана она постоянно выигрывает какие-то контракты от пентагона от сша церу и так далее я не нашел цифры за все годы например 2010 году их оборот составил 3 миллиарда долларов на секундочку то есть ребята очень хорошо ведь диверс они были в боснии там у них был небольшой скандал что они были замешаны в торговле рабами и так далее они были в афганистане они были в ираке они получат огромные подряды на строительство на обучение там опять в ираке был огромный скандал что они там взяли для иракских полицейских его строить какой-то бассейн олимпийских размеров и деньги муж и песок пустыни непонятно куда к ним постоянно возникают опять же какие-то вопросы ребята куда вот все это бабло одевается но как-то но схлынуло то есть там в лучшем случае компания там скажет да мы тут что-то какие-то бумажек не подготовили заплатив страны получает следующий контракт это ребята которые действительно получат очень серьезные деньги которые зачастую утекают непонятно куда они тоже частная военная компания но не сказать что они воюют эффективнее чем армина вот деньги через них отмывать много эффективнее получает чтобы военным с этим иногда сложнее там куча всяких аудиторских проверок и так далее тут наняли частников кто-то проверять чему они обучили этих ираксов полицейских ну сказали что научили наверное но опять-таки относительно чего какой у них был базовый курс так сказать бейслайн то есть если они вообще ничего не знали могли друг друга перестрелять да я просто хочу закончить эти вот изучает и деть надо понимать что хотя принт говорит мы тут более эффективные за пачку долларов чем армия надо понимать что человек а собственно и любой частный бизнес он не про эффективность он по прибыль если эффективно прибыль это вещи идущие рядом вот ну тут другой вопрос если для принца действительно он заботится о своей репутации он считает что она вкладывать репутацию для какого-нибудь чвк если она берет подряд грубо говоря на охрану чего-нибудь там том же и раке для нее нормальный выход набрать по уцорту каких-то кенийских негров выдать им ржавые калаши поставить над ними одного полупьяного сержанта и вот это сборище тоже будет чвк который будет охранять какой-то там нефтяной объект и так далее при этом деньги они будут получать почти как ребята принца ну смотри вопросу подрядности он естественно существует и очень многие частные компании в некоторых случаях нанимают каких-то локальных субподрядчиков которые формально в другой ситуации для них являются конкурентами но просто вам проще нанять каких-то это как работа с местными элитами вам проще договориться с какой-то элитой местной с ее там атаманом где-то в бацване чем тащить туда своих людей делать им прививки от какой-то местной малярии и вообще весь этот геморрой это и эта практика существует и в принципе вот то что уже пытался как-то говорить частные военные компании вы вообще весь этот параллельный частный бизнес он намного шире силовой вопрос это только один из вариантов бизнеса логистика мы упомянули финансовая часть ребята но как бы война идет и финансовой сфере в том числе кибербезопасность либо кибератака это тоже часть этого бизнеса частная разведка или назовите ее как угодно информационные частные компании тоже существует другой вопрос они называться могут как угодно у них могут быть настолько нейтральные названия что вы к ним не придеретесь в том числе в советском союзе разведработой занималась далеко не только кгб игру но эту работу вело гораздо больше учреждений часть из которых совершенно имеет пацифистические названия там мид но понятно что ведет сбор информации хотя формально не является якобы разведорганом институт азии и африки собирал информацию абсолютно гражданское название и где людям не звание не выслугу летнюю какую там так сказать по военному льгот не дают но тем не менее они этим снимаются вопрос не в том если у тебя там сержантские лычки или нет вопрос в том что де-факто ты делаешь не обложка а содержание а очень немногие это понимают как бы ну очень люди часто люди на бренде на рекламе фокусируются поэтому опять таки о субподрядчиках и конкурентах не знаю может быть для кого-то будет интересный пример во время кто вспомнит ангола война в намибии советский союз в том числе во всем этом безобразии был задействован это как раз вот но буквально там восьмидесятые наверное годы в том числе кроме советского союза там очень активно работали кубинцы и ситуация в том что на территории по моему на территории именно намибии были нефтяные вышки которые работали в собственности американских владельцев находились и как вы думаете кого они нанимали для охраны своих нефтяных вышек кубинцы по контракту осуществляли охрану американских нефтяных вышек бизнес ничего личного поэтому я не знаю наверное мы можем скажи мне андрей можем ли мы закончить так сказать этот ролик лично я подводя итог хочу сказать что бизнес есть бизнес а пропаганда это лишь инструмент в руках так сказать достижения цели вот и все смотреть нужно не на обложку смотреть нужно на результат что делается и в этом плане очень много работает кооперативов артелей индивидуальных предпринимателей в этой области это целый огромный бизнес ну я думаю да можно так еще давай что не надо думать что вот человек а это нечто такое эффективное по сравнению с неповоротливыми военные просто потому что вот она частная но за эффективность то есть все зависит от того действительно кто работает конкретных людей то есть может какие-то военные спецподразделения покажут высочайшей эффективности но где чвк они как раз из таких бывших военных и состоят частности вот не успел упомянуть в исторической части создатели британских сад дэвид стерлинг он 60 1965 году тоже создал он ска частную военную компанию ваш гвард которая в основном специализируется на ближнем востоке там обучение охрана всяких лиц они прекрасно себя чувствовали туда постоянно шли отставники из британских в основном специальных сил просто про эту компанию как бы никто особо и не слышал потому что им шумиха была не нужна у них и так с репутацией в нужных местах было все в порядке вот бизнес любит тишину да либо особенно большие деньги любят тишину поэтому как бы не надо действительно думать что вот одно слово человека такая панацея что прибежит чвк и сразу все станет хорошо эффективно нет так не бывает есть эффективно действующий чвк есть эффективно действующие госструктуры это название это просто ширма который можно менять на этом благополучно заканчиваем ролик всем большой привет не забывайте подписываться ставить лайки мы как-то давно вас уже об этом не просили народ имейте совесть поддержите нас если вам нравится особенно если вы до сюда досмотрели я надеюсь что вам все таки нравится и на этом мы прощаемся пока пока до новых встреч всего у Субтитры подогнал «Симон»